Всем привет! Это новый влог и он из Москвы! Это наша поездка в Москву. Но мы еще не в Москве, мы сейчас в Ярославле. Приехали за Ирой. Мы выехали сегодня примерно около 9 утра, сейчас полвторого. Мы приехали в Ярославль. Сейчас мы заберем здесь Иру и поедем вместе в Москву. Наверное, уже поедем по темноте, потому что сейчас уже начнет темнеть. Расскажи, с чего дорога началась? Мы только выехали и как только на трассу упали, там машина такая, как игрушечная перевернутая в кувете лежит. С ней все хорошо. Мужик стоит, курит, просто смотрит на свою перевернутую машину. Мы такие, все, ели спокойно. Да, да, да. Просто вчера еще каша была очень сильная. Блин, окно сломалось, видели? Вчера просто очень сильно каша была, дороги нечищены, но трасса чищена была. Мы успокоились в этом плане и были норм. Дорога свободная, практически не обгоняли. Прямо 4 километра. Короче, вообще все замечательно. Вот приехали. Сейчас, наверное, еще в туалет сходим. У нас кончилась омывайка за, не знаю, за сколько тут, 300 километров у нас кончилась омывайка. Потому что грязь не знаю. Четырехлитровая. Потому что, да, грязь, машина, вот это все. Мы сейчас слушали подкаст. Как называется? Подкаст просто, ну, такая у них фиолетовая шапка в Spotify. Не знаю, просто о подкасте. В общем, про агрессию. Очень много интересных таких инсайдиков узнали. В принципе, мы все знали, но очень многие мысли, которые мы знали, они подтвердились. И, в общем, я их записала даже в заметках на телефоне тегами, потому что это очень интересно. Очень понравилась фраза, что входить в диалог, настоящий диалог, это когда люди в него входят, готовые принять позицию человека. Типа диалог, это когда ты готов понять, услышать, принять. Да, и вообще это и есть уважение, когда ты замечаешь потребности человека и готов его замечать, что у нас луком запотели. Слушай, зайка, мне бы, конечно, навигатор. Мы приехали. Это общежитие Иры. Такое высокое. Вот у них тут написано ягму. Вон. Что-то у меня начинает болеть горло. Как-то подозрительно. А Даня позавчера болел немножко. Один день ровно болел. Сопли везде текли. Я переживал, что все, сейчас скачусь в болезнь. Но все прошло. А у меня сейчас горло болит. Напрягает это все, на самом деле. Смотрите, как Чарль рассырапал руку. Вообще. А мне горло пыталось вскрыть. Это он так переживался. Мы его понесли без перенос очки. И он заволновался. Обычно он не так сильно волновался. Вообще дорога чистая. Ира, привет, Вок, скажи. Привет, это Вок. Вот, Ира, короче, смотрю, оделась в Москву вот так. Это хороший лук, замечательный. Я очень рада. Да, это моя отчага. Да, я уже показала. Расскажи, что у тебя было еще в житии. Ты там уже в туалетской? Мы заедем, я думаю, в заправку, купим жидкость, омывайку еще. Не были жидкость. Да. А что со стрелочкой найти? Ира, что в туалетской комнате? Это кто-то вылезет из окна и нарисовал? Прикол. Мы на заправке Shell взяли по хот-догу. Даня свой боксмастер доест. Я говорю, шоколад, кофе. Ира сейчас возьмет этот. Тоже French dog и кофе тоже. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Останция ВДНХ Вот Вот она Сейчас поедем ДПО на какой станции метро? На Белорусской А я на Белоруссской сейчас Мы вышли с мороза пробил на сопли Все течет Оно написано, что в Новослободской Смотрите какие вагоны красивые Вау Вау Очень красивые Это бесконечный вагон Жесть Мы едем на проспект Мира Нам нужна Новослободская Вот мы едем Проспект Мира Нам нужно сюда Это просто как во сне бесконечный туннель Рекурсия какая-то Как зеркало с зеркалом Мы вышли на Белорусское Да, на Белорусское? Вот здесь вот такой Очень красивый район Такие здания Вот, церковь какая-то Короче, прикольно Вот сейчас пойдем в депо кушать Успели согреться Пока в метро ехали Вообще оптимально Очень понравилось вот это метро Там такое сплошное Сплошные вагоны проходные Короче, вообще И в каждом сидении USB порт Вообще просто новый Новые технологии Вау Вау Всякие такие скульптуры прикольные Вот как за границей Европа напоминает это место Вообще один в один Вообще никак Никак Россия Даня, я говорю, Даня, ты такое любишь? Я говорю, что я такого вообще еще не видел Там вообще небоскреб, церковь Среди центров А вон, кстати, вон Москва-сити, кстати Да, это оно Да, да, да Вау На самом деле Улица, преклонитесь, лесная 7 А я живу на лесной 8 А вон лесная 8, кстати Лесная 7, по-моему, адрес Галашчевый Тут реально вот райончик такой прямо Ну, вообще не... Как я рассказала? Скажи, как я сказала? Это не Москва? Это не Москва, это уже Москва Москва? Все, мы пришли Дупо Здесь такой континергент машин, что, если честно, даже страшновато в таком виде туда идти Капец, здесь вообще прикольно Офигеть Мне так нравится Мне осталось выбрать, что мы хотим Здесь сахарные соты можно Капец Мы уже 10 минут ходим и выбираем Где покушать и не можем решить Я решила в мак-н-чиз покушать Вот, а Даня в... Вот здесь Там моти он взял и какую-то бау А я взяла мак-н-чиз с беконом или сыром Так, вот мой мак-н-чиз с беконом и яйцом С 360 стоил Спасибо большое Вот Данина Потерпи, она за столом такая Не могу потерпеть Какая моти мелкая, смешная Прелесть Это что такое у тебя за кастрюля? Здраво Это что такое? Это фого Просто, короче, разные соусы И грибочки Это не грибочки, это какие-то корешки Да, да, это корешки То есть все нужно будет туда выбрать Суп добавить Жесть, круто Я довольна Все Это ты, да? Ну что? Настя, ты должна этого пробовать Как вкусненько Это же Она просто моти Только тесто снаружи А внутри это все другое Так, я бы пробовала вот Жасмин милк Попробовать Тут вот много их Вот я взяла Это за жасмином Бабл Ти И с топекой Там шарики внизу Горячие, кстати Горячие? Нет, внизу шарики горячие Я спросила, они бывают Наверное, быстренько лед сейчас выловлю Чтобы оно не было ледяным Они вот так Это не лопаются А, они мне сказали Что они не лопаются Это прям настоящие Типа шарики Типа вот Которые лопаются Типа это не лоп Вкусно Но Ну Крива Но необычно Ну Типа Будто обычное молоко Сладкое С шариками А без мармеладки, да? Ну и плюс чай напоминает Ребята 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 Я спорю Я это буду есть Ну дорогись Прикольно Ир, сейчас будет пробовать перчик Ну снимай у тебя там Сейчас это молоко Молоко здесь Давай, давай, не бойся Давай, раз И на зубик Это могло оказаться решающим Ну чё? Ну чё? Я спел, понятный Проглотила? Да, проглотила Ох Чё, чё? Началось Началось? Ага Ты уже подготовилась Если у тебя бульончик, ты уже острый. Все правильно делаешь. Прикиньте, отсюда вода льется. Короче, отсюда вода льется, а здесь сушатся руки. Пиратскую визу. Высшая школа экономики. Мы приехали на Лубянку. Классно звучит. Да. На Лубянке, кстати, взрыв метро был. Давно. Да. Здесь очень прикольно. Идем в кофейню, в которой посетила Алиса. Да, мы идем в кофейню, где Алина, Алиша. Вот в кофейнике что-то торчит там туда. Да, это она. Да. И сейчас она нам устроит пешеходную экскурсию. Я уже немножко устала. Бесплатная экскурсия? Да. Пахнет травли тараканов опять. Везде мерещится мне эта травля тараканов. Я немножко устала. Уже мы сегодня целый день гуляем. Плюс у меня немножко полная температура поднимается. Но я и в целом чувствую себя хорошо. Гуляем, в общем. Потому что мало времени. Все-таки интересно все увидеть. Это этот тип. Вот. Я поэтому шарф замотала покрепче. Где-то там Алина должна быть. Вот здесь. Здесь вот так красиво. Прикольно. Смотрите, что тут происходит. Ну просто, ну... Питворится инстаграм. Питворится инстаграм. Я делаю огромный проект. Вот. Я с ним буду возглавляться. Туда переберем. Интеграцию. Для Настя снимаю кофейню. Заказала у Насти интеграцию. Вот и такое кофейню. Приходите. Сколько стала интеграция? Ноль рублей. Вот очень секретная, важная работа. Профилактика. Смотрите на Алину просто. Как обычно, фотосессия. На крашем месте. Для хорошего секса. Библиотека. Библиотека. Даня тоже инстаблогер. У меня сегодня... Ну да, инстаблог. Как обычно. Я 5-7 степселс. Уже сделать. Врача. Чилим. Я жду, когда уже мы придем куда-нибудь, где я смогу снять шапку, попрызговал со сухим шампунем и буду сейчас его. Потому что у шапки вот такая челка. Ноль. Там с красикой вот этих два бара. Песик и печеньки. Врача напротив театра два бара. Мужчина Настя убирает прям, как ты любишь убрать. Какие-то палочки. До последнего уберет. Каким мы за территорию? Блин, не заглянем? Ну давайте с этим увидим. Хочу видеть, поскольку увидим. Мы можем зайти и сразу выйти оттуда. А кто? Куда? Бар. Школьные парты там. Там бар типа школьные парты. Я, конечно, не Илья Демидов, но что-то почему-то хочется. Я бы выйдем. Да давайте просто зайдем. Не будем ходить, чтобы гулять. Просто я раздеваться опять не хочу. Дай, ну убери ее. Там видно эту башню в Сталинскую высотку. Это в Гу. Нет, это не в Гу. Это получается сеть, потому что там, потому что там классики птицы-синицы, но у них такие позвонки, все, как и банки. Вау. Теперь все какие-то чинки. Это как, в общем, мы когда были в Лондоне в детстве, у нас была экскурсия по пабам. И вот сейчас очень напоминает это. Алина нас войдет по пабам и показывает нам разные бары. Охренеть она просто. Мы сейчас ходили по Китай-городу погуляли. Чего Алина ты рассказала про Китай-город? Он очень большой. И поэтому, когда мы сейчас сделали большой, огромный круг и пошли не в ту сторону, а дальше от зарядья, то есть это никак не повлияло, потому что нам, в любом случае, идти очень быстро, потому что все, что внутри кольца, это очень, ну, пройдет. Ходите пешком. Да. Короче, не надо на метро есть. И еще, если вы, как я, думали, что Китай-город это как-то связано с Чайна-тауном, таким местным, где пить чай и всякие китайские драконы, правильники. Это не так. Там типа барная улица. Это просто улица московская, да. По таким названиям. Станция. Станция, да. И все. Корюшка рыбы моя. Мы пришли в парк Зарядье. Здесь такая красивая лестница. Вот. Что это за кадр? Все туда смотрят? Ой, там видно красную площадь. Да, да, да. Сейчас поднимешься, посмотрим. Да, но ты берешь, знаешь, что уход, снимаешь. Пока что. Я снимаю, все. Интрига сначала. Зачем мы удочку, а потом... Заходим. Заходим. Ставим лайк, чтобы увидеть быстро, что быстрее мы сняли филиппом. Выберите, чтобы увидеть. Да, это все такое зарядье. Я вот про это вообще не знаю. Мы идем. По какому-то мосту. Блин, вот это вид. Офигеть. Я так люблю все вот такое деревянное. Мы реально как вот в этом. Как в другом городе на экскурсии. Не в другом городе, а как это называется. Ну вот мы вон, они с родителями были. Вот чисто тот же вайп. Такое уютное что-то такое. Прям вот, ну типа вот мы идем не торопясь. Мы реально вот гуляем. Мне вот это очень нравится. Продавливается в лес. Здесь еще скамейка такая длинная. Еще шикарно. А вот, кстати, вот так, нет? Что? Это кто-то у нас строит? Офигенно. Сразу налево большую борьбу. Здесь как будто Даня сказал, там типа космос, а мы в другой экосистеме. Я не так сказал. Я как сказал. Что мы типа на марше, да, и вот снаружи другая экосистема. Да, я так сказал. Да. В общем, это парк в заряде называется. В общем, все прикольно. Домоверство, да. Подписывайтесь, если вообще-то было. Можно QR-код. Лиша, наверное, с места, где QR-коды типа были. Ну там, все обклеено. Но его переделали. Лиша, еще уровень не прогнозировал? Я так в восторге. Мне Москва сейчас гораздо больше Питера нравится. Потому что здесь... Здесь все как-то так классно. Вообще. Но это все видео недавно построили. Потому что я сейчас вот на это все смотрю вообще реально впервые. Я, получается... Когда была в Москве, была в основном в ДНХ, Парк Горького. А вот это вот все вообще как-то видео. Есть? Прикольно. Жесть. Все, короче, очень близко. Мы пешком просто реально быстро двигаемся. Вот это ГУМ, да? Да. Вон, его украсили уже. Сейчас поближе подойдем. Покажу. Идем на Красную площадь. Посмотрите, тут ГУМ-ярмарка. Но она еще закрыта. Но очень красиво. Деревья какие. Боже мой. Вот это красота. Блин, как клево, что мы поехали. Мне сейчас реально, мне кажется, Питер вообще не сравнится просто. Ну, по масштабу, как минимум. Да. По широте такой. Кажись, у меня. Ну, разные, разные, да, поддерживаю. Разные города, совершенно разные. Там тоже свой вайб. Мне нравится наша ненавязчивая весь пресс сюда. Мы такие... Я договорился сниматься с ребятами. У нас есть денечек свободный еще погулять в Москве. Мы приехали спокойненько как-то и гуляем как-то спокойненько. Все так клево. Без суеты. Да, потому что нету какого-то билета куда-то или еще чего-то. Просто, знаешь, нам надо погулять. И мы гуляем. И мы кайфуем. И все такое красивое, просто невероятно. Офигеть. Это как в Гарри Поттере свечи висят. Я просто в восторге. Да я не знаю, я скажу с открытым ртом просто. Я его и не закрывал. Ты, в принципе, его не умеешь закрывать за прикусом. Жесть. Здесь снимают игру в Кальмара. У них, слушай, у них все серьезно. Вот когда ты снимаешь просто на телефон, идти на уголки. А у них, смотрю, у них стабилизатор, камера ищет. Снимаете, это серьезно. Представляете, здесь, короче, есть 4 и 4А. Это два разных поезда, которые идут по одной ветке. Но они идут в разные места, и поэтому нужно следить за номером. Здесь как автобус. Здесь боковые сиденья. Мы сейчас долго блуждали по торговому центру. Пытались найти выход к Москва-Сити. И оказалось, что мы находимся в башне. Вот башня Запад, мы сейчас в башне Федерации. Вот. Обалдеть. Мы в башне. Искали баш? Пока не поднимаете глаза. Нам лишь сказал, не поднимать глаза. Пока мы искали башню, мы зашли в башню. Куда мы смотрим? Мы смотрим в пол, чтобы заранее не увидеть масштаб башни. Смотрим в пол. Собласт большой. Ну все, можете поднять, но мы не с той стороны вышли. Мы сейчас в общем пройдем. Вау. Офигеть. Капец. Раньше колокольник является одним из самых. Жесть. Высокие. А что там, офисы, да? Да. Просто холодно. Она свернулась, летом она разворачивалась. Красиво. Вот такую песню нужно. Вот такие виды нужно включать песню. Нью-Йорк. I can... Та-да-да-да-да-да-да. Та-да. Мы очень нетипичные сегодня. Офигенно. Самая высокая. Все. Класс. Мы опали фотошек на тело. Мы, короче, не там вышли. Дань, грязно, ты не следи за этого. Мы, короче, не там вышли. В итоге обошли все кругом. Но, как говорит Алина, зато будет фотография чуть-чуть нетипичная. Да. Потому что обычно... Мы даже особо не фоткаться. Мы просто смотрим. Вообще класс, короче. Но зато мы прошли полностью всю территорию. Да. Даже я тут не могу. Мы прошли уже где-то 13-14 километров за сегодня. Если приложение посмотрела. А мы когда пойдем в метро, мы вернемся туда туда. Нет, нет. Вау, тогда кайф. Ура! Вы устали просто. И сколько из 10 вы устали и сегодня ходите? Иран 4. Устала на 4? Да. Блин, ну у меня 7, которые уже к 8 приближаются. И мне, ну, нужно хочется лечь его. Я себя чувствую сейчас, как походите. Я, наверное, девяточка. Все, мы дошли до смотровой. Ура! Смотрите. Офигеть. Экспозицию. Что, повысить или понизить надо, чтобы красиво было? О, вот так красиво. Смотрите. Офигеть. Вообще. Ваши эмоции? Очень прикольно, что мы посмотрели это близко. Да, и вот сейчас это кажется... Мы были там, мы ходили между ним не только что. И сейчас пришли сюда. Да. Вон, у тех цифр были. Вообще. Смотрите. Пришли в Теремок. Мы с Ирой будем кушать вот... Пельмени. Пельмени, да. Я очень давно хотела поесть пельмешек. Хотя мы купили домой, кстати. Ну, все, да. Ребята пошли в фарш. Но они на четвертом. На пятом этаже мы на четвертом. Так, у ребят вот бургеры такие. Я сейчас меня не достал. Это мясная лавка. Да, еще бред соленый. Да, я же говорю. А это Даня с собой таскал всю дорогу. Вот такое тусовочное. Все, мы пришли на Тусовочную улицу. Да, это Тверская. И вон там, вон, воровестик, фиолетом горит. Провестник. Все, мы пришли. Мы идем на второй этаж. На первом месте не было. Видите, тут три этажа. Вон там штука танцевальная. Можно поиграть. Ну да, места нет. Так, сейчас будем думать. Найдет тебя. Что-то все. Надходим стену, облокачиваемся к Емсидору и идем, видимо. Нам просто безумно повезло. Мы сели. Мы сели в этот зал. В него очень редко можно попасть, потому что сели на место азар. Прикиньте. Вот ребята взяли арбузный сидор с блестками. Причем я очень долго выбирал себе коктейль. Я нашел коктейль с авторством Данилы. Я такой, ну возьму коктейль, который Данила сделал. И она уходит уже. И Алина говорит, что она взяла арбузный сидор. Мы направляемся уже домой. Мы уже пьяные просто. Посмотрите на Настю. Она вообще не пьяная. Я выпила 2 или 4 глотка. Реально не больше. Или бутылки 4. Реально. Я вообще не знаю, что у нас так разморило все. Спать охота, да? Да. Все понятно. Как и спать охота. Смотрите, этот поезд, короче, такой. Всех агитирует, вакцинирует. За голубенький. Все написано про это все. Так, Ира сказала, чтобы мы покружились во влог. Вот, кружится во влог. Стоп. Кошмар, как можно кружиться? У меня уже голова кружится, когда я смотрю на это. Ты знаешь, Даня, что у тебя светодорожающая куртка? Где, кстати? Сзади на шее. А, да, знаю. Полоза. У меня тоже плохой стебулярный аппарат. Я уже готовил. У Иры самый сильный, короче. У меня плохой стебулярный аппарат. У меня плохой стебулярный аппарат. Это фраза просто сильная. Я плохой стебулярный аппарат. Я не хожу из круга. Скажи привет. Привет. В общем, вот я еще не сняла. Вот так выглядит наш номер. Наверное, сняла. Не знаю. Это наш матрасик. Мы как? Нормально спали, в принципе, да? Фраз очень классно. Фраз вообще крутой. Да, только прохладно снизу. Я думаю, что-нибудь подложить. А, Ира спит уже. Ира там спит. Это наш столик такой. Вот тут должны были висеть картины. У Челлика, кстати, на Букинге не было в микроволновке. Тут картина. Ну, короче, такая у нас плита. Вот тут еда наша. Вот мы купили еще вчера еду всякой. Кстати, у нас много сырков. Слышите? Да, я хочу, кстати, огурь. Можно завтра с собой набрать. Вот. У меня у себя огурь видно. Ну, в общем, такой миленький, в принципе, но он грязный. Такой туалет. Вот. У меня кончилось. Блин, я не купила умывалку. И бальзам для волос у меня кончилось. Я не знаю, как я сейчас волосы буду мыть без бальзама. А? Пару теньков. Чего? Пару теньков. Да у меня волосы сейчас вообще превратятся в соломую, если я без нее помолву. Стой, не подумала. В общем, всем спокойной ночи. Вот такой вот сегодня влог из Москвы. Вот. У меня заложило нос окончательно. Чувствую себя хорошо. Ноги просто в шоке. Вот реально я их сейчас вытянула. Очень болят. Все, прошли мы 19 километров. Я посмотрела по приложению. Вот. Вообще жесть. Умылись, душ сходили. Ну, красота неописуемая. Сейчас, наверное, сразу влог смонтирую. Потому что уже что-то... У меня на телефоне сейчас три несмонтированных влога. Или даже четыре. Ой, я пшикнула в нос сейчас. И он раскладывается. И я такой оргазм чувствую в носу. Ох, божественно. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. И всем пока.